Дорогие друзья, теперь нам предстоит взойти на восьмую ступень заповедей блаженства. Высота эта заоблачная. Я практически никогда там не бывал, но не могу сокрыть тайну, которую возвещает Христос о нравственном человеческом совершенстве. Блаженны те, кто был изгнан не за свои действительные грехи, промашки, ошибки. Блаженны те, кто пострадали не как воры, хищники, прелюбодеи, но за свое имя Христа Искупителя. Пострадали потому, что они носят в себе благодать. Пострадали потому, что они Христовы, они Его дети и исполнены Его мира, чистоты, правды и любви. Вот таких-то людей, изгнанных Христа ради, в Царство Небесное принимают ангелы с распростертыми объятиями. Между тем, говоря по-человечески, каждый из нас, кажется, предпринимает все усилия, чтобы ему не быть гонимым и изгнанным из среды собственного обитания, собственной деятельности. Мы не жалеем никаких усилий, ни дипломатических, ни словесных, ни иных, чтобы иметь добрый авторитет, пользоваться уважением от наших сродников, сотрудников, коллег, единомысленных. И, говоря языком авиаперелетов, крепко пристегиваем себя ремнями, открывая одновременно форточки иллюминаторов. Но посмотрите, о чем говорит апостол Павел в одном из своих посланий. Все, желающие жить благочестиво, о Христе Иисусе, Господе нашим, будут гонимы. Вспомним жизнь самих апостолов Христовых и того же святого Павла, благовестника среди язычников. Не было дня, когда бы он не терпел скорбей. Единоплеменники преследовали его во всех уголках Вселенной. Так что апостол даже жаловался в своей молитве Господу Богу, прося отнять то жало в плоть, которым ангел сатанинской искушал и мучил великого проповедника. Что это за жало в плоть? Непрестанные гонения, непрестанные преследования от воспламененных ненавистью язычников и лукавых, как сам дьявол иудеев. Его апостолы и палками били, и разбойники пленяли, и кораблекрушение он терпел неоднократно, и камнями побивали. А если вы помните, в городе Дамаске иудеи даже принесли заклятие не есть и не пить, пока не лишат жизни, не прольют кровь своего собрата, внезапно обратившегося ко Христу из Савла, сделавшегося Павлом. Да и Макарий, великий и знаменитый Анахарет, подвижник шестого столетия, говорит, где дух Господень, там нравственная свобода, но там всегда неподалеку гонение. И в свете сказанного нам становится понятной мудрость добрых русских людей прошлых столетий, которые судили о богоугодности подвига того или иного подвижника как раз по этому признаку. Если его гонят, значит действительно Бог рядом с ним и покровительствует ему. Но если его все ублажают и почитают, если он принимает лишь комплименты от мира, это весьма подозрительно. Конечно, я не хочу то сказать, что мы должны специально нарываться на грубость. В этом, согласитесь, было бы простое элементарное тщеславие. Но, безусловно, нам должно спокойно смотреть на тех, кто почему-то без разумной причины вдруг ополчается, ожесточается против нас. Ведь в любом рабочем творческом коллективе всегда имеют место какие-то несогласия, недопонимания, интриги. И как часто люди, привносящие в этот мир подлинную пользу, достигающие каких-то благих результатов, вдруг оказываются непонятыми в лучших своих намерениях. И терпят неприязнь и иногда открытое гонение от своих вчерашних покровителей, от тех, кто должен был бы радоваться им успехам, только потому, что они гонимые созидатели. А те, кто, увы, стали гонителями, обличаемы собственной совестью за безделье, апатию и расслабление души. Но вернемся к словам Господа блажения и изгнаний правды ради. Нужно быть носителем евангельской правды и добра, чтобы действительно стать гонимым за Христа. Вспомним Иоанна Предсечу, который, будучи уже пленен Иродом, не мог не обличать его за прелюбодеяние с женою брата своего. В наше время за Христа гонимы все те, кто отстаивают идеалы семьи, идеалы естественных, любовь мужа и жены, освященную обетами веры и верности. Мир сегодня становится все мрачнее и темнее и ополчается на божественное установление невинности, брака, семейной любви, деторождения. И в этом смысле я не пророчествую, но рискую предположить, что еще несколько лет и всякий христианин, который отстаивает высокое достоинство человека, отстаивает естественный нравственный закон, будет гоним извращенцами, которые, пытаясь внедриться в правовое поле, почитают преступный, здравую точку зрения. Как бы то ни было, будем те, друзья, всегда иметь на вооружение еще и совет Александра Сергеевича Пушкина. Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай купца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова